Привет! Продолжаем рассматривать среднеформатные камеры. И сегодня у меня в руках советская уже среднеформатная камера, зеркальная, Киев 60. Выпущена она была очень давно, она старше, скорее всего, и тебя, и меня, поэтому какая-то разница. Камера это не моя, это камера моей приятельницы. Мне дали её на какое-то время попользоваться, и у меня тоже есть, что о ней рассказать. Я думаю, этот обзор будет интересен с точки зрения того, что если мамия, это скорее какая-то экзотика, которая есть не у каждого, и не каждый, в общем-то, захочет её себе приобретать, то вот этих фотоаппаратов на Авито или где-то ещё с рук взять у знакомых просто можно кучей. Стоят они очень дёшево. Поэтому, если есть желание попробовать средний формат, прикольно будет попробовать начать именно с него. И снова переключимся на Авито от первого лица. На самом деле, если вы хотите попробовать себя в среднем формате, не обязательно начинать именно конкретно с этого Киева. Есть ещё другие варианты. Тот же там любитель 166, который вообще стоит ещё дешевле, и, наверное, можно даже за бесплатно найти. Но если с любителем вы быстренько упрётесь, какой-то потолок по качеству оптики и вообще его возможности, то Киев 60 вам позволит, не меняя саму тушу, развиваться, то есть получить лучшее качество ваших фотографий за счёт сменных объективов, чего у вас не получится сделать с любителем. Поэтому вот этот вариант, я считаю, таким наиболее оптимальным. Хотя, ну, дело вкуса, естественно, конечно. Так вот, давайте рассмотрим интересные штуки, связанные с ним. Дело в том, что таких вот Киев есть, по сути, две версии. Это Киев 60, по-моему, самая последняя получается его, да, версия вот этой туши. И Киев 6 цен. Принципиальным образом отличались тем, что Киев 60 этот сделан под правшу, то есть клавиша спуска с правой стороны. А Киев 6С, который, ну, внешне, ну, практически такой же, у него клавиша спуска находится слева. И если вы правша и всегда снимали, ну, правой рукой, да, левая у вас была под объектив, то это, ну, прикиньте, переучиваться наоборот или как-то делать вот так. Сначала настраиваться, потом спускать. В общем, это эти вопли услышали разработчики и выпустили Киев 60. Еще разница между ними заключается в том, что Киев 60 умеет принимать только пленку 120, а 6С еще умел принимать 220. Но сейчас эта разница уже не актуальна, потому что 220 я сейчас нигде в продаже не вижу. Так что и черт с ней. Вот, еще Киев этот, 60, у него есть различные его возможности комплектации. Во-первых, это, естественно, сама туша. И есть два варианта. Либо это призма, пентапризменный, да, видоискатель, либо это шахтный. Шахтного, к сожалению, у меня нету, вам показать, но представить, вы можете найти картинки в интернете. В данном случае это призма. Причем призма замерна. Здесь не сопряженный заобъективный экспонометр, кадмиселеновый, насколько я могу помнить. Но так как он не сопряженный, поэтому он просто будет показывать двумя светодиодами, типа пересвет, не пересвет, и все. Но он никак не будет управлять самими настройками камеры. Вы только будете... Он вам дает только рекомендацию, что выставить, и вы уже дальше принимаете решение. Вот, у меня в этой призме он, судя по всему, не работает. И работать с ним будет довольно сложно. Вот по какой причине сюда. Вот батарейный отсек. Нужны батарейки суммарно... Я не помню, какой тип. РЦ-53 или какой-то советский стандарт. Короче, суммарно тут напряжение на трех батарейках должно быть 3,75 вольта. Таких батареек уже сейчас нету по 1,25 вольта. Вот, поэтому можно, конечно, изглащиться, что-то другое поставить. Можно воткнуть просто 3 вольта, или 3,5, или 4. И даже если он заведется, то, скорее всего, будет врать по экспозиции. Поэтому я забил, не стал с ним заморачиваться. В общем, у меня он не заработал. Судя по всему, он просто мертвый. Но мне он нафиг и был не нужен. Вот, снимается призма. Очень простым способом поворачивается замок. С этой стороны кнопка зажимается. И зажимается вторая кнопка с этой стороны. И снимаем призму с наглазником. Вот призмочка зеркальная. У нее есть одно неприятное свойство. А, ну, сюда можно воткнуть шахту. Кстати, давай сразу на фокусировочный экранчик посмотрим. Если вы можете обратить внимание, если вам видно по видео, то в центре вы видите клиния Додена, что очень удобно. Кстати, они действительно неплохие здесь. Здесь ими удобно пользоваться матовая зона и какой-то невнятный микрорастер здесь посередине. Он действительно невнятный. Он здесь, короче, не работает. Матовая зона работает и хорошо действительно работают клиния Додена. В общем, они окей, работают. У призмы есть одно не очень хорошее свойство. Здесь на видео вряд ли это будет видно, но... Вот, видите, прямо посередине есть такая белая полоска. Это место склейки двух зеркал. И вот эту полоску видно прямо в видоискателе. То есть у вас такое ощущение, что какую-то паутину там навил, прямо в видоискатель, такая будет вертикальная полоска. И она дико бесит. То есть в других камерах, с пентапризменными видоискателями, такой фигни я не наблюдал. Но только в очень-очень старых там зенитах 3M или в каких-то вот таких времен там совсем старых. Вот. Вот эта полоска дико бесит, отвлекает лично меня. Это по техническим особенностям. Но самая главная ценность этого фотоаппарата заключается вот в чем. Как я уже сказал, он очень дешевый. Можно зайти и найти на Авито в разных там городах России за 2000, за 4000, уже в очень хорошем состоянии, за 6 и так далее. Это будет обычный комплект. Ну вот это вот сама туша, какой-то видоискатель, неважно какой, и какой это штатный объектив. В данном случае это Vega 12B. Не самый плохой объектив, вполне нормальный объектив. С однослойным, правда, просветлением, что, конечно, жалко, но и ладно. Зато у него, в принципе, действительно неплохая оптика, линзы, самооптическая схема и так далее. Обзор на этот объектив я дам ссылку на Радожилу, там объектив подробно рассмотрен. Нормальный объектив. Как бы звезд с неба не хватает, но вполне можно им пользоваться и получать хороший результат. Я с него получал нормальные снимки с хорошей резкостью. У меня к нему претензий нет никаких, кроме того, что, если поймали зайца в объектив, то однослойное просветление вас, конечно, вообще никак не спасет. Но, извините, так он и стоит копейки. Ну, серьезно, что от него еще требовать? Так вот, прикол этого фотоаппарата, что здесь используется байонет, так называемый байонет B, который полностью совпадает с байонетом Pentacon 6, то есть Pentacon 6. И это значит, что вы сюда невозбранно можете прикрутить очень крутую оптику с экзотическими названиями биометар, сонар, чего-то там еще и так далее, которые уже действительно очень крутая оптика. Таким образом, вы получаете за гроши рабочую тушу, втыкаете сюда любой объектив из советской вот этой серии для байонета B или уже Pentacon 6 и получаете действительно крутые снимки по качеству. Вот, поэтому это такой, знаете, оптимальный вариант. С этим объективом можно побегать, побаловаться, его не жалко, а если вы уже хотите дальше развиваться, не хочется менять тушу или тратиться на это, оставляйте себе этот киев, эту тушу, меняйте просто объективы, и это круто, оно будет работать. Вот, это самая главная его ценность, что к нему можно прикрутить другие объективы, Pentacon 6, и будет просто офигенно. Вот, но тут есть ряд минусов, конечно, о них стоит знать. А, пожалуй, минус первый, если вы почитаете отзывы на форумах по этому фотоаппарату, очень многие жалуются на его ломкость, что часто что-то выходит из строя, в первую очередь выходит лентопротяжный механизм и затвор. Ну, статистика говорит, что это так, поэтому надо быть с ним аккуратным. Вот, если вы будете искать еще обзоры на него, везде будут говорить, что надо взводить пленку уверенным движением без остановок до упора и не бросать курок. То есть, вот так вот делать и вот так нельзя, вообще ни в коем случае. Надо делать только вот так до конца и спокойно отпускать, иначе затвор выходит, и лентопротяжный механизм выходит из строя, это раз. А, вторых, если сделать вот так, у вас сбивается счетчик кадров, и, в общем, межкадровое расстояние начинает плыть. И еще на форумах очень часто говорят, что межкадровое расстояние даже у камер, ну, в исправном состоянии, оно плавает, оно постоянно меняется, оно нестабильно. Это как-то чинится, правда, не знаю как, тут дальше смотрите уже сами. Ну, что взять, советская техника. Это, конечно, не японская мамия. В остальном, в принципе, по управлению все как обычный зенит. Если когда-то снимали на зенит, то тут ничего для вас нового не будет. Вот колесо-выдержек от одной тысячной до полсекунды и бесконечная. Диафрагмы, фокусировка, байонет, вот гайка накидная у байонета B. Она скручивается, я вам показывал. Здесь шторки, шторный затвор, давайте его вскроем и посмотрим. Скрывается камера задняя. Очень просто, вот эта штучка опускается вниз, еще ее надавить надо. Вот теперь окей, открылось. То есть, если просто ее вот так вот вниз опускать, ничего не откроется. Надо допустить. Вот так. Отлично. Открываем. И видите, вы можете уже видеть, что формат кадра здесь 6х6, то есть квадратный кадр. Я не фанат квадратного формата. Кто-то фанат, может быть, это уже дело вкуса. Мне не нравится квадратный формат. Я предпочитаю все-таки хоть какой-то прямоугольник 4х3 шире или что-то около того. Но единственный плюс у такого формата, камеру можно не переворачивать. То есть, у вас нет понятия вертикальный формат там или горизонтальная ориентация. То есть, вы держите камеру всегда так и не заморачивайтесь. Пожалуй, единственный плюс, который я для себя нашел в остальном, это просто уже дело вкуса. Огромные шторки, огромное зеркало. А, камера уже заведена. Спуск. Вот. Зеркало здесь огромное. Кстати, оно когда хлопает, камера, в принципе, не особо дергается. То есть, оно хоть и здоровое, и не самое легкое, но сама по себе камера такая, достаточно увесистая. Развесовка у нее сделана таким образом, что левая рука обязательно должна быть под объективом. Потому что, если будете держать вот так, она норовит упасть вниз. Так вот, если держать так, завести камеру, то никакого там, никакой тряски от зеркала я не испытываю. В общем, с этим проблем нет. Далее. У данной камеры есть еще один минус. И для этого нам надо открыть заднюю крышку. Смотрите, какая штука. Предположим, что мы сюда зарядили пленку. Кстати, пленку сюда зарядить неправильно вряд ли получится. Смотрите, то есть, если вы заряжаете эту камеру среднеформатной пленкой, вы никогда этого не делали. То просто еще раз напомню, с мамими там легко можно было ошибиться, здесь уже сложнее. Но, тем не менее, вы когда сюда пленку зарядите, у вас ракорд с этой стороны, вот, ну, та сторона, на которую вы смотрите, должна быть цветная. Там белая, синий, бурый, зеленая, вообще не важно какая, главное не черная. Черная сторона ракорда должна смотреть на шторке. Вот, это будет правильная зарядка. Если на вас смотрит черная сторона ракорда, ребята, вы неправильно, ну, катушку надо будет перевернуть. Вот, здесь это сложно ошибиться прям, если совсем не знаете, как заряжать. А вот с мамими, там, если посмотрите обзоры, я уже про это говорил. Вот, какой здесь минус есть? Смотрите, сейчас давайте выбежку покороче поставим. Вот, сейчас камера не взведена. Взводим камеру, перемотались, шторки, да, перешли. И, естественно, здесь тоже шестерня прокрутилась, и пленка как будто намоталась. Вот, по идее, я сейчас должен сделать кадр. Все вроде окей. Взводим еще раз. И смотрите, если я сейчас попытаюсь еще раз взвести, любая более-менее нормальная камера, да даже самый обычный зенит, мне не даст этого сделать, да, потому что камера уже заведена. Смотрите, теперь что произойдет на этом киве. Шторки стоят на месте, шестерня продолжает крутиться. То есть, если я вот так вот сейчас, была бы тут заряжена пленка, я бы сейчас так сделал, я бы просто промотал пустой кадр. И эта камера мне позволяет всю пленку, блин, вот так вот просто промотать, мимо ее не отсняв, а потом уже делать кадр. Вот, поэтому здесь надо постоянно за этим следить. Если вы вызвели уже камеру, все, вы вообще курок не трогаете. И вот, приходится снимать. Вот, еще здесь нет никакой блокировки кнопки спуска, поэтому если вы вызвели, то все, придется делать кадр. Вот из-за этой конструктивной особенности иногда можно случайно промотать несколько пустых кадров. Вот. А тут невозможно, невозможно та ситуация, когда вы забыли, взводили вы камеру или нет. Дело в том, что у этой камеры, если я сейчас скручу объектив, камера не взведена, зеркало поднято, оно не опущено. Я взвел камеру, опустило зеркало. То есть, когда вы в видоискателе что-то видите, у вас зеркало опущено, значит, камера уже взведена и снова взводить ее не нужно. Но люди про это по привычке иногда могут забывать или по забывчивости. В общем, начинают взводить камеру, проматывают пустой кадр. Если я кадр делаю, зеркало поднялось. Если вы ничего в видоискателе не видите, значит, камера не взведена. Вот про это надо помнить. То есть, если вы уже что-то видите, все, курок не трогаем, иначе проматываем драгоценные сантиметры среднеформатной пленки. Вот из-за прикола со взводом, неполным его взводом и так далее, в этой камере есть еще прикол с счетчиком кадров. Его очень легко сбить. Смотрите, давайте сейчас сбросим счетчик. Счетчик сбросили. Мы видим букву COIN. То есть, ну, не заряжено, да? То есть, вы пленку намотали, выставили на стартовый маркер. Стартовый маркер. Вот, то есть, у вас стрелка на раккорде должна совпасть вот с этой точкой. Возвращаемся к счетчику. Все, предположим, что мы зарядили новую катушку. Маркер поставили, стрелку старт на красную точку. Все, взводим до конца. Раз кадр. Два. Три. Четыре. Все, видим единичку. Все, сейчас камера готова отснять первый кадр. Если мы взведем полностью до упора, все, цифра два. Еще раз. Три. Так как здесь формат кадра 6х6, поэтому на пленку 120 формата входит 12 кадров. Взвели еще раз целиком. Вроде все окей. Счетчик, ну, вроде не сбивается. А теперь давайте-ка. Начали. Вот, чуть-чуть где-то не докрутили. Чуть-чуть. Что-то еще. Все, счетчик поплыл. Он сейчас будет криво показывать. Ну-ка. В общем, вот эти вот малюсенькие недоведения курка приводят к тому, что счетчик начинает сбоить. Вот. Как вы видите, да, я на десяточке уже несколько раз. Это что, 12 и как конец. Все, дальше будете крутить, пока там пленка не намотается, аккорд на приемный вал, и потом уже можно вскрывать. Так что, самое неудобное в этой камере, это вот эта вещь. Вот самая неудобная штука. Вот, блокировок нету. Можно легко промотать мимо несколько кадров. Вот так вот делать нельзя, бросать вот так нельзя. И вот эти вещи постоянно нужно помнить. То есть, это цена дешевизны этой камеры. Но при этом можно этот объектив скрутить, поставить сюда какой-нибудь пентаконовский, крутой, и, в общем-то, получать нормальные кадры. Но учитывая, что здесь формат кадра 6х6. По весу она, ну, не самая, конечно, легкая камера. Это все-таки, по-моему, это, кстати, алюминий. Вот под этой все штукой, по-моему, алюминий, насколько я помню. Читал из других обзоров. Ну, примерно как Mamiya 645 E, на который я делал последний мой видос, обзор. Это вот примерно они по весу, наверное, будут одинаковые. Но так как там Mamiya все-таки такой кубик, а это более такая привычная штука, да, в руках. Да, все-таки зеркальная камера. Да, по сути, это тот же Zenit, только немного раскормленный. И побольше. Вот. Поэтому неудобства с этим нету. Ну и да, сюда ремешки тоже просто так. В ушки не прикрутишь, нужны крепежи специальные. Вот. Тему ремешков особо не смотрел, но я не думаю, что вот сюда будет проблема найти ремешок. Просто я не искал. Вот. Вот эти штуки, как вытащить катушки. Делается вот так. Идь. И поворачивается. И здесь то же самое. Здесь уже одну ручку оторвали, но предыдущий владелец примастырил сюда какую-то штуку. И все. И снимается, перекидывается. В общем, все как обычно. Какое заключение, можно сказать? Если хотите попробовать средний формат, прикольный вариант, дешевый. Если камера понравится, вам будет удобно с ней, и вы готовы мириться со всеми вот этими техническими ее недостатками, то можете смело брать сюда какой-нибудь объектив пентаконовский, и прям будет вам действительно качественные фотографии за счет хорошей оптики. Потому что, ну, как вы понимаете, туша на качество фото не влияет, только на удобство работы. Удобство здесь, конечно, на троечку, но зато, извините, или она стоит, вот в моем городе на вид ее можно купить за 4 тысячи в среднем, плюс-минус тысяча, в зависимости от состояния. А Мамия все-таки сразу, ну, 645-я, где-то от 18 стартует цена, от 16 тысяч, ну, есть разница, согласитесь. Так что с такими недостатками, за такую цену можно, наверное, и мириться. Вот, надеюсь, было интересно. Если есть какие-то вопросы по ней, пишите, пока у меня эта камера, еще пока у меня ее не вернул хозяйке. Может быть, что-то еще интересное про нее найду или смогу рассказать. Вот, прикладываю ссылочку на Радожилу, на обзор именно на этот объектив. Он, кстати, будет интересен не только для среднего формата, через переходник его можно вкрутить даже на Canon, и, наверное, даже на Nikon, если рабочие отрезки подогнать получится. Ну, в общем, интересный объектив. Посмотрите на эту тему. Обзор другого человека, который в этом лучше шарит, чем я. Вот, а вам желаю хороших фотографий. Учитесь, развивайтесь. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok